Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в экономике здравого смысла. С вами Ярослав Романчук. Будьте с нами, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. И мы начинаем. Сегодня тема «Барствует ли Лукашенко?» Лукашенко посетил Гомельскую область для того, чтобы посмотреть, как работает сельхозорганизация и предприятие. Поговорил с людьми, и мы увидели занимательный разговор Лукашенко с одной из руководительниц сельхозорганизации. На вопрос Лукашенко, что ты делала, опять-таки, тыканье, для того, чтобы быть такой успешной. И он говорит, ну, надо просто любить свое дело, любить свою землю и честно работать, и все наладится. Друзья, это разговор, который мог бы быть между секретарем ЦК КПСС в 78-м, в 83-м году. Лукашенко приехал как барин, и он спрашивает у людей, как же вы добились каких-то успехов. Это не про экономику, это не про дотации, это не про особый статус, это просто пиар-картинка. Но заметьте, как она работает. Лукашенко работает якобы с обыкновенными людьми. И это к вопросу о том, что важно. Это работает картинка на подсознание. Лукашенко ездит, заботится, следит за чистотой в коровниках, следит за тем, чтобы порядок был на земле. Вот этот имидж агронома, прораба, начальника, смотрителя, он резонирует в глазах 30% населения Беларуси, которые считают, что это и есть функционал Лукашенко, президента, президента главы государства. Но заметьте, когда он разговаривает с людьми, он опять-таки почему-то начинает оправдывать то, что он делал в 94-95 году. И он говорит, что если бы мы начали приватизацию, не было бы этой земли, не было бы этих условий, и были бы мы бедные, босые и дурные, как вспомним эту цитату. И опять прошло 30 лет с начала 90-х, и можем посмотреть, где находится Беларусь, а где находятся те страны, которые в свое время сделали ставку на частное предпринимательство, с экономической свободой, открытую конкуренцию, на верховенство права. Они отказались от диктатуры, они сделали в пользу политической конкуренции гражданского общества. Польша хуже живет Беларуси? Чехия, Словакия, Словения, Эстония, Латвия, Литва, они живут хуже Беларуси сегодня? Точно вы так считаете? Для меня показательным является один очень хороший индикатор, который я отслеживал последние 15 лет. Когда же, думаю, в абсолютных цифрах Литва, страна с населением меньше 3 миллионов, обгонит Беларусь по экспорту товаров и услуг? Вы знаете, это состоялось в 2021 году. Абсолютные цифры экспорта товаров Литвы оказались выше, чем экспорт товаров Беларуси. Это к вопросу о том, что если вы сделаете ставку на Европейский Союз, на верховенство права, на демократию, на частный сектор, то вы будете голые боссы и вы будете, самое интересное, обречены на войну. А кто воюет сегодня? Давайте посмотрим, воюет ли сегодня Польша, воюет ли сегодня Венгрия даже, которая имеет проблемы с Европейским Союзом, может воюет ли какая-нибудь страна, которая стала членами Европейского Союза, или сегодня агрессором является Россия, которая отказалась именно от всего того, что перечисляет Лукашенко, а якобы является источником той же самой войны. Это совершенно очевидное передергивание факта для того, чтобы сказать, вы должны быть за меня, и тогда у вас будет мир, покой и даже благополучие в рамках, только работайте хорошо. Но знаете, то же самое, как в концлагерях писали в свое время, там все через труд познается, и в шарашкиных конторах на Соловках тоже писали через труд. И тут труд может быть совершенно разным. Смотрите, труд как будто студентов, которые даже платили за свое образование, заставят трудиться на сельхоз и других организациях госстроек и гособъекты, потому что людей не хватает. А чем это отличает от рабского крепостного труда? Ничем. И Лукашенко, который говорит о том, что он не барствует, ну хорошо, а 16 резиденций, а личный самолет, которому позавидовали бы многие даже бизнесмены, миллиардеры, это что такое? Это не барство? А 30 лет у власти это не барство? А отсутствие полной контроля за активами и ресурсами, которыми распоряжается ЗАО «Беларусь» и ОАО «Семья» это не барство? И вот это вот прикидываться бедным руководителем, ну понимая, что у Сталина якобы был один китель, Хрущев там тоже бил этим обувью своей по трибуне ООН, и у них, конечно же, не было таких богатств, как есть у правителя тоталитарной России, Путина с сотнями миллиардов долларов под контролем личным, яхты и так далее, и так далее. У Лукашенко вроде бы этого нету, но вроде бы, потому что здесь есть другой уровень управления этими самыми ресурсами. И мы прекрасно понимаем, что барство – это не только формальное наличие счетов, активов, записанных на Лукашенко в Монако, в Швейцарском банке, либо в Дубае. Это может быть совершенно иначе. Но скажите, кто сегодня уверен в том, что Лукашенко не барствует, что у него нету дворцов, что у него нету ресурсов, что он не управляет всей страной, как хочет, без конкуренции, без отчета? Или вы представляете себе такой сюжет, когда комитет госконтроля говорит, нам надо проверить управление делами президента все там 110 организаций, которым руководил Шейман. Нам нужно проверить все внешнеторговые операции тех структур, которые имели личное поручение Лукашенко. А вообще, что такое администрация президента в условиях открытой конкуренции? Было бы. Это была бы структура, которая занималась поставкой или покупкой административных канцелярских товаров, организацией встреч, не более того. Но у нас это же структура, которая является монстром в экономике. Она управляет и делает все, что хочет, бесконтрольно. И никакие указы, никакой организации их не касаются. Они вне права. У них индульгенция. Помните, был James Bond, License to Kill, лицензия на убийство 007. У Лукашенко, вот как он говорит, перший первый, 001, лицензия на бесконтрольное использование страны в своих личных целях. Поэтому барство есть. Барство 30 лет привело к разлуженности, привело к диктатуре и привело к деградации. Потому что я думаю, что если взять и белорусам сказать, что в 23-м году, как приказал Лукашенко, средняя зарплата белоруса будет 700 долларов. Как вы думаете, сколько человек поверит вот в эту сказку, что белорусам в следующем году будет 700 долларов заработная плата? Так написано, такая цифра фигурирует в документах, которые утверждены на 23-й год. Поэтому, друзья, давайте не кормиться сказками барина Лукашенко. Давайте не покупать эту ложь, которая льется с высоких трибун. Давайте жить правдой. Давайте сделать все, чтобы количество людей, которые верят в эти сказки, в эту чушь, было меньше. А когда их будет реально 3%, тогда, я думаю, периодические перемены реально наступят. Они наступят тогда, когда мы с вами сделаем полноценную информационную разъяснительную кампанию и в мозгах, на уровне совести откажемся от барства в Беларуси. Спасибо большое, друзья, за внимание к экономике здравого смысла. Будьте с нами. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Жыве Беларусь! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Продолжение следует...